Сегодня пойдет речь об овсяных хлопьях Петербургского мельничного комбината. Номер 1 крупного размера и номер 2 среднего размера. Я сразу скажу, я не сотрудничаю с производителем овсяных хлопьев и магазинов, которые продают эти хлопья. Все советы я даю исключительно из личного опыта. И сегодня я поделюсь с вами, как полюбить овсяную кашу, как полюбить эти овсяные хлопья. Столько овсяных каш всевозможных, то есть с клубникой, и с медом, и с орехами, и овсянки по-разному. Но мы сегодня выбираем единичку, которая самая для меня полезная. Здесь хлопья, гречневые, всевозможные. 6 злаков, 5 злаков. Каких только здесь нет. Ищем номер 1 единичку. Так, двоечку вижу. А вот она, единичка. Вот она. Самый полезный для меня хлопья овсяные. Крупный размер. Это хлопья овсяные. Вот эти крупный размер, единичка. И хлопья овсяные, средний размер, двоечка. Это натуральный продукт из цельного зерна, как вы знаете. Самый полезный, это, конечно, хлопья овсяные. Номер 1. Обязательно смотрю дату упаковки. Здесь на коробке написано. Здесь вот 18 февраля 2020 года. Здесь 27. Почему я не беру хлопья этих, чтобы они больше 6 месяцев? Потому что я не знаю, в каких условиях они хранились. Какая влажность была, где лежали эти вот упаковочки. Способ приготовления нам производитель предлагает. Значит, готовить в микроволновой печи. Это в течение 2 минут. Вот. И варить 10 минут. А потом накрыть крышкой и оставить на 2-3 минуты. Если я готовлю овсяные хлопья номер 1, я перед варкой промалываю их в блендере. Не сильно, конечно, чтобы у муку было на средние. Раза 2-3. Прокручу и все. Пищевая ценность в 100 граммах продукта овсяных хлопьев меня очень устраивает. Смотрите. Белки 13 грамм. Жиры всего лишь 7 грамм. Углеводов 60 грамм. И пищевых волокон 10 грамм. Это столько много клетчатки в этих овсяных хлопьев, чем она и ценится. Вот эта вот коробочка номер 1. Самая лучшая. Почему меня устраивают эти вот хлопья овсяные номер 1? Потому что здесь клетчатки больше, чем вот в номере 2 и номер 3. Номер 3 я вообще не покупаю. Очень радует, что это производит эти хлопья петербургский мельничный комбинат наш российский. Но и среди хороших качеств меня, конечно, очень смущает. Это вот, как вы видите, здесь прописано. Вот читаем. Состав. Хлопья овсяные, требующие варки. И продукт содержит глютен. Вот это меня, конечно, смущает. А почему смущает? Ну, вы знаете, что это глютен. Это белок пшеницы. Или по-простому здесь находится клейковина. Чтобы еще не было глютена, цены вот этим хлопьем в овсяных не было. Но все равно из всех хлопьев в овсяных это самое вкусное и самое полезное. И еще хочу мамочкам, которые кормят деток вот этими овсяными хлопьями, двоечкой, обязательно просматривайте. Не поленитесь высыпать перед готовкой овсяные хлопья на тарелочку. Вот. И посмотреть. Обязательно просмотреть полностью хлопья. Потому что я вот читала в комментариях, что попадаются какие-то жучки. Вот. Но, слава богу, вот сколько я пользуюсь, мне не попадалось абсолютно ничего. Все чистенькие хлопья, хорошенькие все. Ну, это я просто как бы совет даю. Пачки я никогда не держу. Вот открытые вот так. Я пересыпаю в контейнер. Вот такой контейнер узкий. У меня вещается целая пачка. Закрываю вот такой плотной крышкой. И вот в таких условиях храню свои овсяные хлопья. Никаких червячков здесь никогда у меня не бывает. А сейчас я поделюсь своими рецептами из овсяных хлопьев номер один. Первый это рецепт от отечности руки-ног. Особенно сейчас летнее время придет. Настой из овсяных хлопьев нормализует давление. Уровень крови становится постоянным. Поэтому я сейчас вам поделюсь, что я делаю из овсяных хлопьев. И пью два раза в день. Беру две ложки вот таких с горкой овсяных хлопьев номер один. Заливаю кипятком одним стаканом. И настаиваю вот этот настой ровно 15 минут. Не процеживаю его. И пью вот этот настой два раза в день. Это вот стакан, это получается по 110-115 грамм этого настоя. Из овсяных хлопьев номер два, среднего размера, я делаю такую вот маску. Две столовые ложки, то же самое с горкой. Эти хлопья заливаю стаканом кипяченой воды. Примешиваю. Я беру всегда детский травяной чай. Есть и ромашковый, и для животика. Да всякие какие есть. Беру один вот такой пакетик и добавляю в эту смесь пакетик. У меня есть такие пакетики, где здесь находятся всевозможные травы. И шалфей, здесь и мята. Поэтому я сюда добавляю. Вы можете сухие травы добавлять. Это, кажется, немножко постоит. И мы будем наносить на лицо. Видите, она набухла. И вот такую вот маску наносим на лицо. Нанесем хлопья на лицо. И зафиксируем бинтом или марой есть, чтобы не слетали. Через 15 минут мы смываем теплой водой. Кожа становится мягкой, такой нежной. Очень хорошо увлажняет. Маску лучше, конечно, наносить лежа. Ну, вот так наносим ее. Вот таким вот слоем. Тепленькой, чтобы наносить. Вот так вот. Она, видите, когда сидишь, просто слетает. И когда лежишь, вот еще кто-то, если помогает, это очень даже хорошо. Даже если просто вот так вот помазать. Вот, фиктировать. И лоб, все. И зону декольте. Все вот это. Я очень люблю эти маски. Мне они очень нравятся. Наши возрастные мимические морщинки. Прям как будто вы убираете. Не бойтесь накладывать. Я сейчас просто вам показываю, что я вот так делаю. Полностью шейную вот эту зону все. И декольте. Ну вот. Оно, конечно, приятно. Оно эластичное все. Но я сейчас пойду, ляжу, нанесу вот это вот. Потом сделаю себе. Вот беру марлю обычную, да. Когда нанесу большой слой, я потом просто смело укрою вот так вот. И полежу. Буквально минут 15. Вот. Оно не будет потом слетать. И я вместе потом с мамой с этой просто так возьму. Внук, он смеется возле бабушки. Вот. И уберу. Вот. Очень хорошо. Вот даже я вот сейчас чувствую прямо кожу такая ластичная. Я люблю ухаживать такими способами. Мне очень нравится. Как и на даче. Срываю огурчик. Огурец разрезала. И по лицу, по рукам. Очень нравятся эти процедуры. Попробуйте. Кожа получается такая нежная. Она получается как скрабик. И урики все убирают. Как скрабик. Как скрабик бабушка делает, да. Вот так вот. Очень такое хорошее лицо становится. Попробуйте. Я думаю, вам понравится. Первое. Овсянку не нужно варить. А заливать нужно кипятком. И оставлять накрывшие минуты на 3-4. Второе. Не нужно добавлять молоко. Оно замедляет усвоение жиров и повышает инсулин. Третий пункт. Не добавлять никакого кусочка даже маленького масла. Иначе говоря, увеличивается скорость усвоения углеводов. В совокупности углеводы способствуют отложению жира в жировых наших тканях. Беру 2 столовые ложки хлопьев. Заливаю кипятком, чтобы покрыл овсяные хлопья слой. И добавляю натуральные фрукты. Сегодня у меня клубника и яблоко. Не использую никакого изюма, фиников, сухофруктов, где содержится высокий гликемический индекс. Кто страдает с сахарным диабетом, тот знает, что такое ГИ. Вот такая каша из натуральных фруктов и вкусная. Попробуйте и привыкнете буквально за неделю кушать такие каши. Полезная и очень даже вкусная.